Здравствуйте! В эфире программа «День города» и я, Марина Комиссарова. В ближайшее время смотрите в материалах моих коллег. Судьба Икара. В Протасово разбился самодельный самолет. В 260 рязанских маршрутах переходят на новую систему оплаты. Какого урожая ждать рязанцам в этом году, учитывая нетипичную погоду весны? Неподалеку от аэродрома Протасово разбился легкомоторный самолет. Пилот погиб. Информация о падении летательного аппарата в Рязанском районе поступила от очевидца. Вечером вторника спасатели выехали на место крушения, но спасти летчика не удалось. Подробнее расскажет Валерий Седов. Вечером 30 мая на пульт диспетчера филиала «Рязань Энерго» поступил сигнал об аварийном отключении линии от подстанции, расположенной рядом с поселком Листвянка. Прибывшая на место происшествия бригада энергетиков обнаружила между опорами потерпевший крушение легкомоторный самолет. В результате происшествия без электричества остались 4 населенных пункта. Как оказалось, воздушное судно было самодельным. Вылетев с аэродрома Протасово, в Рязанском районе оно находилось в воздухе всего 7 минут. Падение произошло с высоты около 200 метров и сопровождалось резким снижением. При падении самолет зацепил столб линии электропередач, а после столкновения с землей загорелся. В Рязанской транспортной прокуратуре по данному факту проводится проверка исполнения требований законодательства безопасности полетов. Управлял самолетом 59-летний летчик ВВС. Это был далеко не первый полет в его карьере, но сам самолет был испытан впервые. Сейчас проводится доследственная проверка. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Также проводится комплекс мероприятий по установлению причины катастрофы. К сожалению, это не первая авиакатастрофа самодельного летательного аппарата в Рязанской области. Осенью прошлого года потерпел крушение самолет без регистрационных знаков и разрешение на вылет. Пилот также погиб. С 1 июня коммерческий транспорт Рязани начинает внедрять автоматизированную систему оплаты. Презентацию электронных карт, с помощью которых смогут теперь расплачиваться пассажиры в маршрутках, состоялось сегодня для представителей СМИ. 260 рязанских маршруток начнут принимать электронные билеты, транспортные карты городская и льготные. Всего в Рязани тысяча маршруток. Внедрить новшества во всем коммерческом транспорте рассчитывают к концу 2017 года. Маршрутки с терминалами отметят специальными наклейками на лобовом стекле, правом борту и в салоне. Этот сервис позволяет безналично оплачивать проезд. Во-вторых, самое главное, наверное, это то, что коммерческий транспорт становится доступным для льготной категории населения. Это как студенты, школьники, так и обычные льготники, к которым относятся пенсионеры, инвалиды и другие категории граждан. Терминалы также будут работать с бесконтактными картами Visa PayWave и приложениями на смартфонах, которые поддерживают NFC-технологии. Но возможность расплатиться наличными у рязанцев все же останется. Положить денежные средства можно в этих 15 минут, так на текущий момент. Сейчас мы ведем переговоры о подключении к этому сервису и всех остальных наших агентов, которых 100 по городу. И в дальнейшем все эти это будут расширяться. Я надеюсь, что к осени их будет около 700. Также хочется сказать о оплате картой Visa PayWave. На текущий момент эта технология возможна. И сейчас мы ведем работу о том, чтобы подключить мастер-карт и мир платежной системы, которые тоже выпускают карты. Получить карту можно в отделениях КВЦ и Почты России, некоторые в Сбербанке. Залоговая стоимость 100 рублей. Их можно вернуть при отказе от карты. Единовременно на счет можно занести до 3000 рублей. Пополнить баланс пока можно на сайте проекта и в 15 киосках выдачи. Остаток печатается на чеке, который выдает терминал после оплаты. Проект этот предназначен для того, чтобы еще раз сделать более комфортным поездки нашим гражданам, рязанцам. Во-вторых, для того, чтобы все-таки нам изучить пассажиропоток на каждом маршруте. Действующие льготные карты для муниципального транспорта будут работать в маршрутках. Но Коплинский порекомендовал все же сменить их на карты нового образца. Они именные и не требуют одновременно предъявления документа о праве на льготу. В этом году май удивил жителей нашей полосы прохладной погоды. И температуру на несколько градусов ниже климатической нормы обещают синоптики и в начале лета. Помимо того, что рязанцы уже устали ждать настоящего тепла, страдают от таких температурных катаклизмов и сельское хозяйство. О том, какого нам ждать урожая, расскажет Анна Герцовская. У природы все уравновешено. И если год назад, в конце мая, рязанцы могли почувствовать настоящее лето, то сегодня вынуждены терпеть, если уж не холода, то весьма низкие показатели термометра. Как говорят специалисты, в таком погодном явлении нет ничего необычного. Бывало, что в другие годы и в середине июня наступали настоящие заморозки, что нам сейчас не грозит. Однако прохладная температура сделала свое дело и действительно повлияла на все сельскохозяйственные и садово-огородные культуры. Причем для озимых низкие температуры оказались даже полезными. Теплая погода, если бы она продолжалась в тот период, в апреле, то, конечно, это негативно сказалось бы на урожае озимых культур. Они не очень хорошо перезимовали, но вот эта прохладная погода будет способствовать их, так сказать, медленному росту, дополнительному развитию. По мнению экспертов, низкие температуры вызовут дополнительное кущение и урожай будет неплохой. Что касается яровых культур, таких как ячмень, овес, в этом случае, если посев был произведен в конце апреля или в начале мая, это также хорошо. Сейчас многие всходы уже достаточно крепкие и дружные. Так что проблем с урожаем зерновых культур в этом году не предвидится. Единственный сбор зерна может быть перенесен на неделю позднее обычного. Однако неприятности от холодов не избежать другим растениям. Что касается, скажем, плодовых культур, ягодников, конечно, урожай будет невысокий, поскольку у некоторых, может, и некоторые вообще не дадут урожай. Все будет зависеть от территории. Яблони, вишни, другие плодовые деревья и ягоды – это то, что пострадает однозначно. Теплолюбивая культура не переносит низких температур. Да и процесс опыления в этом году нельзя назвать успешным. Пчелы начинают летать при показателях от 12 и 15 градусов. В идеале их температура начинается от 20 градусов воздуха. Так что в этом году они не успели потрудиться. И все культуры, которые опыляются насекомыми, пострадают. В отличие от тех же озимых, где происходит опыление с помощью ветра. Дачники уже чувствуют этот эффект. Да ничего вообще не растет. Ничего абсолютно не растет. Огурцы посадили, они еле-еле зашли вот так вот и стоят на одном месте. Теперь эти другие растения, они тоже остановились на одном месте. То холод, то жара. Проблемой для многих дачников является и расположение участков. Как было сказано ранее, большую роль играет территория, на которой возделываются культуры. На многих дачных участках, которые выделялись еще в советские времена и без холодов, проблем хватает. Людям приходится возделывать культуры в низинах. У меня яма, овраг, а деньги берут, как за хорошую землю. В том году посадила огурцы, помидоры. Ничего не выросло, потому что деревья все заполонили. Деревья внизу, что вырастет? Ничего не вырастет. Многие дачники и в этом году пока еще ничего не возделывают. Ожидают потепления для того, чтобы посадить помидоры и огурцы. Как получится. Будет погода, посадим. Пока ждем. Другие люди стараются сохранить культуры под пленкой или в теплицах. Но многие овощи уже пропали. В этом году проблемы ожидают и свеклу. Скорее всего, она вовсе не уродится. А вот с картошкой все будет в полном порядке. Так что беспокоиться о стратегическом запасе страны не стоит. Однако с вареньем в этом году будет действительно туго. Так что любителям огорода придется искать пути для решения задач. И надеяться на приближение теплого лета. 31 мая отмечают Всемирный день без табака. Праздник появился в 1988 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Перед мировым сообществом была поставлена задача добиться того, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. О том, как и зачем отказываться от табачного дыма, в репортаже Галины Ершовой. Ежегодно в России от курения умирает около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков или от спида. По статистике, в нашей стране курит около 40% населения. Однако делать это все сложнее. Уже запретили потребление табака в общественных местах. Его рекламу на телевидении и спрятали от детских глаз в магазине. Мода на курение прошла, поэтому отказываться от него начинают все чаще. В основном курильщики – это молодые люди, молодые девушки. Причем девушек столько же, сколько и парней сейчас. Ну и те, кто начинали курить раньше. Очень много молодых курильщиков, которые сейчас уже хотят отказаться. В 25 лет, которые имеют большой стаж курения и хотят уже от этого отказаться. Мода на здоровый образ жизни – неприхоть государства. Дело в том, что помимо себя курильщик отравляет жизнь друзей и родных. Научно доказано, что пассивное курение несет не менее серьезные последствия, чем активное. Каждый год более 600 тысяч человек в мире, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма. Вдыхаются все те же вещества, только курильщик вдыхает эти вещества через фильтр. А у того, кто находится рядом с курильщиком, все это проходит без фильтра и попадает в легкие в гораздо большем объеме и даже больше вредных веществ, чем у самого курильщика. Вдыхание табачного дыма негативно сказывается на здоровье детей и вызывает развитие хронических болезней. Это все болезни дыхательных путей, хронические бронхиты, бронхиальные астмы, хронические обструктивные болезни легких и рак легких. Хорошей новостью является то, что восстановить здоровье можно, бросив курить в любом возрасте. А те, кто отказался от табака в 30-35 лет, имеют продолжительность жизни, равную продолжительности жизни никогда не куривших людей. Поэтому начать никогда не поздно. Для этого нужно следовать простым правилам. Отказ связать с какими-то позитивными моментами. То есть за отказ от сигареты что-то сладкое или что-то вкусное, какие-то фрукты употреблять, поощрять себя какими-то подарочками приятными, когда ты уже сколько-то не куришь. Если большое количество сигарет выкуриваемых, то сначала постепенно уменьшить до определенного количества, и потом должен быть день отказа от курения, после которого курение прекращается совсем. Если самостоятельно вам сложно отказаться от вредной привычки, то на помощь придут медики. В областной клинической больнице работает кабинет отказа от курения. Здесь можно пройти бесплатное обследование организма и получить индивидуальные рекомендации. Достаточно записаться в регистратуре с помощью паспорта, медицинского полиса и снился. А вот завтра будет день отказа от алкоголя. Продавать спиртное не будут нигде, и связано это с Днем защиты детей. Так сложилось, что дата совпала с профессиональным праздником сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Лето встречает нас не только хорошей погодой, но и интересными событиями. И 1 июня отмечают один из самых старых международных праздников – День защиты детей. 1 июня рязанцев ждут различные мероприятия и акции. Но также следует учитывать, что в этот день запрещена продажа спиртных напитков. В соответствии с законом об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области. 1 июня сотрудники полиции выйдут на улицу с целью помочь несовершеннолетним детям не попасть в неприятную ситуацию. Сотрудники по делам несовершеннолетних, а особенно 1 июня, будут совершать рейдовые мероприятия в дневное и в вечернее время, и также в позднее время, по профилактике, по выявлению правонарушений среди несовершеннолетних, а также по нахождению детей на улице в вечернее и позднее вечернее время без сопровождения законных представителей. За день до праздника сотрудники полиции также устраивают рейды. Они общаются с продавцами в магазинах, которые торгуют алкогольной продукцией. Правда, многие из них в такой проверке не нуждаются. В магазинах висят таблички, которые предупреждают о запрете продажи алкоголя, а специализированные на спиртных напитках торговой точки 1 июня и вовсе закрываются на учет. Продавцы воспринимают информацию очень положительно. Кроме того, во всех магазинах уже размещена данная информация, что запрещено 1 июня, и 1 июня отпускать алкоголь не будут. Такие рейдовые мероприятия проходят не в первый раз. Все создано для того, чтобы весело и трезво провести День защиты детей. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух молодых людей, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков в Рязани. Подробнее Наталья Новикова. Оперативники Управления наркоконтроля у МВД России по Рязанской области в ходе мониторинга регионального сегмента сети интернета зафиксировали активность, характерную для организации бесконтактного распространения наркотиков. В ходе проверки полицейские вышли на двух студентов рязанских вузов, причастных к распространению синтетических наркотиков через тайники закладки с помощью сети интернет. В момент совершения очередной закладки сотрудники полиции задержали 24-летнего парня. При осмотре его комнаты в студенческом общежитии полицейские обнаружили несколько самодельных контейнеров с прыжкообразным веществом. Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил дома 57 граммов синтетических наркотиков. Его сообщника, 22-летнего рязанца, полицейские задержали на улице города. Оперативники выяснили, что между студентами были строго распределены роли в преступной деятельности. Старший разносил закладки с наркотиками по городу, а младший держал связи через интернет. Сам я никогда ничего не употреблял и не пробовал даже ничего. А наркотики откуда взялись? Их принес мне студент, который жил у нас в общежитии со мной на одном этаже. Но по его указанию занимался. Сейчас полицейские выясняют все звенья, цепи по распространению наркотиков, подозреваемые взяты под стражу. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В 50-х годах ветераны Великой Отечественной войны и комсомольцы заложили дубраву у Троицкого монастыря. Но теперь, согласно генплану города Рязани, на этих местах должна появиться деловая зона. И в связи с этим уже рассматривается строительство торгово-развлекательного центра. О том, как пытаются спасти эту зеленую зону, расскажет Валерий Седов. В субботу, 27 мая, активисты экологического Рязанского альянса пронумеровали тысячу дубов в лесу у Троицкого монастыря. Сама акция началась с небольшой экскурсии. Им рассказали об истории монастыря, его огромной территории и о том, почему она имеет всероссийское значение. В Троицком монастыре был Сергий Радонежский, а по самой территории шла старая московская дорога. В некрополе монастыря похоронен русский архитектор Матвей Казаков, который в годы правления Екатерины II перестроил центр Москвы. Перед тем, как начать подсчет деревьев, все участники акции были благословлены на такое важное дело игуменом монастыря Архимандридом Андреем. Четыре часа потребовалось, чтобы с помощью степлера прикрепить номерки, но пронумерованными оказались только половина всех дубов в этой роще. Также были направлены документы в различные инстанции о том, чтобы изменить генеральный план города и перевести все эти 19 гектаров в лесную зону. Сейчас эта земля находится в аренде у пяти разных арендаторов. А с современной точки зрения эти 19 гектаров представляют из себя прекрасную лесную зону для активного отдыха. Тем более, что у жителей московского района сейчас парка нет вовсе. В ближайшее время активисты продолжат подсчет, чтобы понять, насколько масштабно засажена эта территория. Но на настоящий момент уже ясно, что эта роща – одна из очень немногих больших зеленых сон в черте города. Май, который как раз сегодня подходит к концу, невероятно красивый теплый месяц, который, казалось бы, просто создан для романтических свиданий и, конечно же, свадеб. Однако во многом благодаря народным суевериям именно в мае пары не стремятся к заключению браков. Как относятся рязанцы к этой примете, узнаем в следующем сюжете. Заключение брака – событие, несомненно, важное. И те, кто собирается узаконить отношения с невероятным трепетом, относятся не только к организации торжества, но и к выбору даты свадьбы. В отделе ЗАГС номер 4 по городу Рязани нам рассказали, какие даты пользуются особой популярностью в 2017 году. В 2017 году среди молодоженов для свадьбы особенно популярна дата 7 июля. В этот день в отделе ЗАГС номер 4 изъявили желание вступить в брак более 30 пар молодоженов. Также мы ожидаем большую регистрацию 7 октября 2017 года. За день в одном отделении ЗАГСа максимально могут зарегистрировать порядка 65 пар. Однако за весь май 2017 года именно здесь было заключено всего лишь 70 браков. Нетрудно догадаться, что не последнюю роль в этом сыграли народные приметы. Ведь считается, если сыграть свадьбу в мае, всю жизнь маяться будешь. Откуда взялась эта примета – непонятно, но лишний раз рисковать никто не хочет. У нас была возможность расписаться в мае, но мы решили все-таки до всяких пожарных отложить это событие на чуть более поздний период. Все-таки майские праздники, и пословица ходит, и родители как-то немножко косо тоже смотрят, намекают, что не самое лучшее время. Все-таки несуверные люди, но зря не будут говорить. Все-таки испокон веков сложилось, что не женится в этот период. А вот семья Ивановых 7 лет назад решили не обращать внимания на приметы, и пока об этом не пожалели. У нас выбор стоял между двумя месяцами. Мы хотели сначала пожениться в феврале, потому что это зима, красиво, а потом почему-то… Подумали и решили, что это холодно. А самый ближайший месяц, который тепло, это в мае. Когда мы подали заявление в ЗАГС, потом нам начали говорить, что ребята, в мае будете маяться, типа не надо. Ну вот уже 7 лет маемся, с удовольствием причем. Свадьбу Юлии и Евгении сыграли 15 мая в Международный день семьи. И хотя ребята не суеверны, они с улыбкой говорят о том, что выбрав даты бракосочетания именно этот праздник, не прогадали. Семья у них действительно получилась крепкая и счастливая. И все же, по их мнению, не стоит столько значения придавать месяцу и дню сыгранной свадьбы. Главное – чувство. В любом месяце можно жениться и маяться. Так что май – прекрасный месяц, когда цветет сирень, когда расцветают сады. Это очень красиво, очень здорово, тепло самое главное. Так что только самое хорошее пожелание. Все зависит от людей. Если два человека любят друг друга, хоть будет май, хоть январь, хоть декабрь, хоть любой месяц. Это ничего не скажется на жизни. Главное – любить друг друга. Да? Да, и уважать. И тем не менее, если кто-то и верит в приметы, до следующего мая еще целый год, а впереди теплое лето, которое само по себе служит прекрасной декорацией для любого торжества. А ЗАГС информирует, у них открыта предварительная запись на регистрацию брака на весь год. И те, кто уже определился с датой, может воспользоваться услугами интернета и записаться через портал Госуслуг. Или же прийти в любое отделение ЗАГСа лично. На этом у меня все. Хорошего завершения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok